Здравствуйте, дорогие друзья! С вами канал Семь Семян, я Лариса Зарубина. Сегодня я хочу с вами поговорить о елях. И я вам назову три сорта ели, которые покорили мое сердце, и я мечтаю посадить их в своем саду. Они действительно необычные и безумно красивые. Итак, первое в моем списке ель обыкновенная сорта Риддл. Чем хороша? Во-первых, у нее молодые побеги, интенсивного, малинового цвета. Вы знаете, они настолько выделяются из такой привычной нам картины, что в нашем понятии ель должна быть или голубая, или зеленая. А здесь малиновый цвет молодых побегов. Это, конечно, зрелище просто впечатляющее. Потом они, конечно, зеленеют, но, тем не менее, достаточно долгий период времени вот эти малиновые побеги молодые смотрятся убийственно красиво. Крона у нее плотная у ели. Это карликовый сорт. Растет он не быстро. Может расти в форме, как куст, как будто бы, или как широкая пирамида. Годовой прирост где-то 8-10 см, может даже 12 см. И высота взрослого растения 3-4 метра. То есть это растеница, которая предназначена для небольших садов. Или же там, где у вас надо сделать миниатюрную композицию. Смотрится она очень нарядно и предпочитает, конечно, только солнце. Прекрасно относится к любой почве, но луч, конечно, предпочитает, как, впрочем, все ели, слабокислую почву. Легкую, дренированную. В общем-то, застой воды, конечно, никакие ели не выносит. Поэтому место солнечное, почва смесь легкая, слабокислая. Вот тогда она будет себя чувствовать прекрасно. И еще важный момент. Сажайте ее только на солнце. Потому что в тени вот эта вот интенсивность может быть не такой интенсивной молодых побегов. Поэтому только солнечные лучи. Самое солнечное место. Следующий в моем списке ель колючая биалобок. Чем хороша? Здесь в ней все хорошо. Молодые приросты, друзья. Вот молодые приросты убийственные. Цвет их кремово-золотистый. Потом они становятся серебристые. Потом она уходит в какой-то голубой отлив. Такой с зеленцой. И самое главное еще, и красные шишки. Вот это вот сочетание, конечно, выбивает сразу. Это деревца медленно растущие. Очень декоративные, медленно растущие. И высота уже взрослого растения где-то 3 метра. Годовой прирост составляет 10-12, ну может быть даже 15 сантиметров. Что еще хорошо? Вот здесь тоже ель мерится фактически со всеми почвами. Ну точно так же, как и ель предыдущая, требует, конечно, она солнечного места посадки. Для того, чтобы вот это и окрас молодой листвы был, и окрас молодой хвоин был интересный. И, конечно же, сами шишки были красные. Иногда бывают шишки почему-то, я не знаю, по каким-то причинам, они становятся коричневыми. Но вот при хорошем раскладе, при хорошей агротехнике, при хорошем месте посадки, шишки будут изумительно красного цвета. Что еще хочу сказать, что солнце для вот этой ели, это тоже имеет судьбоносное значение. Поэтому, выбирая место посадки, сразу определяйте именно солнечное месторасположение. Третье в моем списке ель под названием ель сербская пендула. Чем хороша? Вообще, честно говоря, вот эту ель любят абсолютно все ландшафтные дизайнеры. Если честно, то это оправдано. Она считается одной из самых красивых елей. И самое главное, что у нее вот очень необычная форма. То есть, если на нее посмотрите, у нее нет центрального ствола. То есть, этой еле нужна опора. Ее подвязывают, и она имеет вот такую ниспадающую плакучую форму. Вот если когда подойти к взрослому растению, на него смотришь, друзья, ну вот я первый раз когда увидела, у меня такое ощущение, что это в общем-то, ну как будто бы старушка сгорбленной такая идет. То есть, это настолько красивое и завораживающее зрелище. То есть, в традиционном понятии ели, но это вообще никак не вписывается. Сказочная красавица. Вот по-другому не скажешь. Сказочная волшебная красавица. Поэтому вот в композиции, там где растут хвойные, вот эта ель сербская смотрится просто бомбически. Вот эта красивая плакучая форма. Ну, просто замечательно. Высота взрослого растения, ну, где-то может достигать 10-15 метров. Годовой прирост у нее 10-15 сантиметров. И еще, что вот хорошо у этой ели, она мерится фактически с любой почвой. То есть, она неприхотлива к почвам. Местоположение у нее тоже может быть. И солнечное, может быть полутень. Но вообще, ели, вообще все хвойные лучше, конечно, сажать на солнце. Потому что солнце или полутень, рассеянный полутень. Дело в том, что вот если вы посадите в тени, они будут рыхлые. И вот эту вот красоту, вот эту вот, когда вот на солнце сажаешь, и когда в тень, то прямо-таки значительно ощущается очень здорово. То есть, ель становится более рыхлой. Впрочем, это касается не только ели, это касается и туи, и, в общем-то, всех хвойных. Поэтому все-таки место солнца или полутень. Ну, еще одна елка, которой я не могу не сказать, это новогодняя елка. Вот сзади меня елка стоит, хоть она и искусственная, но огоньки на ней настоящие. В интернет-магазине 7 семян сейчас идет акция по промокоду ГИРЛЯНДА. Минус 15% до 26 декабря. Так что, кому тема интересная, в этом году украшаем именно вот таким цветом гирлянды. Или желтый холодный, или голубой холодный. И не забудьте, что еще там есть гирлянды, которые можно использовать на улице. Они легко переносят в такие резкие понижения температуры и не перегорают. Так что, кому тема интересная, не забудьте про промокод ГИРЛЯНДА. Друзья, вы видели картинки всех елей. Какая вам больше всего понравилась? Возможно, у вас есть какие-то свои наработки. И есть у вас какие-то свои ели, которые вам очень нравятся. Напишите в комментариях. Будем собирать коллекцию необычных елей. И сажать их в своем саду. Я сейчас планирую новый сад, поэтому я подбираю интересные сорта деревьев, кустарников, в том числе и хвойных. Поэтому я с вами охотно делюсь. И если вам тема интересна, я и дальше буду продолжать с вами делиться вот такими вот интересными, необычными сортами различных декоративных кустарников, в том числе и хвойных. Все, я прощаюсь с вами. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok